Народная трибуна Здравствуйте! Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Напомню вы слушаете радио Народная волна На частоте 1430М99,1 ФН На нашем веб сайте RadioNVC.com И конечно же на нашем канале в YouTube RadioNVC Не забывайте ставить лайки И те кто еще не успел подписаться на наш канал Сделайте это С вами в студии Меня зовут Сергей Зацепин Напротив меня Анатолий Червец Здравствуйте Здравствуйте Устала как-то уже немножко Не, нормально Это я просто подумал Знаешь, сегодня утром Мы действительно заметили Что есть некоторые наши зрители Слушатели Которые выйдя на YouTube канал Они сначала нажимают кнопочку Subscribe А потом чтобы выйти Они нажимают кнопочку Unsubscribe Так вот дорогие друзья Если вы просто хотите выйти Из YouTube Вы можете сделать Логаут Но вам абсолютно Не обязательно делать Unsubscribe То есть Отписываться от нашего канала Да То есть Вы себе Один раз подписались А там уже заходите Выходите Логаут Логин Как это Получится Но Unsubscribe Лучше не надо Вот Ну это Такое объявление Быстренькое Ну и что Смотрел я Слушание В комитете по финансам В Нижней палате Вот публика собралась Чего стоит Одна Председатель комитета Да Максим Максим Уотерс А еще там Один есть Плебей Такой похож на Карабаса-Барабаса Завод Грин Это вообще Мама дорогая Вот дорвались До власти Сидят Семь руководителей Ведущих банков Страны И он устраивает Им Такую Пионерскую Перекличку Я смотрю Передо мной Тут все белые Поднимите руки Если вы Не белый человек Поднимите руки Я надеюсь Вы меня слышите Поднимите руки Кто меня слышит Это Такое стыдобище А чувак Наслаждается Властью Издевается Над банкирами Все бы это было Ничего Если бы это все Происходило За закрытыми дверьми А Сиспен Показывается И транслирует В прямом эфире Постоянно Так это же идет Не только на Америку Это же идет По всему миру Представляешь Вот это Доге Мы смеемся Нам когда показывают Драку Где нибудь В украинской палате Да Мы там Волосы рвем Думаем О май гад И посмотри Что они вытворяют А наши Что вытворяют Ну это Ну это вот То за что Голосуют Наши дорогие Демократы Это результат Вашего голосования Господа Избиратели В общем Мерзкая картина Абсолютно мерзкая Что еще Ну и Последний взрыв Мозга у либералов Вызвало заявление Вильяма Бара О том Что Люди Которые будут Ожидать решения Иммиграционного суда Будут сидеть В тетеншн центрах Пока Не подойдет Их очередь То есть Вот эта практика Catch and Release Что на самом деле Делает наши границы Широко открытыми Караваны Тысячами идут И интересно Когда наши Достопочтенные адвокаты Начинают говорить О том Что границы закрыты Никто не хочет Открытых границ Все в порядке Это все не так Нужно больше Погранить А еще больше Минайска Они говорят Нужно больше судей Да Ну друзья мои Скиньтесь И назначьте Больше судей Ты понимаешь То есть Там почти миллион Миллион кейсов Бэклаг Ну там 700 800 тысяч 900 тысяч Кейсов Которые Ждут своего Разрешения Это займет годы Это займет годы А чтобы все это Разрешить У наших Достопочтенных Адвокатов Не у всех У некоторых Есть предложение Назначить Назначить Больше Нанять на работу Больше судей Ну нам конечно Да Я бы пошел еще дальше Я бы еще Построил города Такие там На границе Целые города То есть Гватемала Переселилась Город Гватемала На несколько Гватемала Сити На несколько Миллионов Жителей Со всеми Так сказать С инфраструктурой Со школами С медицинскими Мы же в состоянии Все платить Правда Правда Все нормально Или там Сальвадор Сан-Сальвадор Сити Или как Эл-Сальвадор Сити Для сальвадорцев Для никарагуанцев И так далее Для гондурасцев Целые города Они бы там Жили годами А потом Так сказать Мы решали Их судьбу То есть Денег то у нас В стране Куры не клюют Все что нам Нужно сделать Это просто Проявить Вот такую вот Заботу Как это делали Как они Проявляют У нас уже есть звонки Может быть какие-то Другие предложения Есть Добрый день Добрый день В эфире Алло здравствуйте У меня другое предложение А не могли бы вы Если вы что-то знаете Что сейчас происходит В Леной Очень интересно Здесь Мэддиган с этим Что-то вытворяет Непонятное Если можно Расскажите Окей Об этом попробуем Поговорить Обязательно Ну давай сначала Закончим эту тему С нашими нелегалами Потому что Не далее Как сегодня утром Выступал Да Добрый день Вы в эфире Говорите пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Я хотела вам Такую ремарочку Маленькую сказать Что в Украинском Верховном Совете Больше Больше Смелости И всего Потому что Там если бы кто-то Сказал Подымите Или ты Белый Или черный Или такой Он там бы И получил По морде А тут ли Сидят рабы Несчастные И сидят Ручки В них Как бы так Чтобы деньги Не потерять И не будете И там Как раз Били в основном Националисты Когда Не хотят Ни языка Не хотят То Не хотят То Хотят Идти Назад В Россию То-то То-другое Поэтому Они и стали И молодцы Я считаю Что это Больше Люди Имеют Какой-то Гонор Соговорится У нас В Украине Спасибо вам Спасибо большое Спасибо Это Мария Я так понимаю Из Мариуполя Значит Не далее Как сегодня Утром Просто мне Довелось Получить удовольствие Послушать Калифорнийского Репрезентра В Гароманде Не знаю Ты слышал Вы или нет Нет Ну Ты понимаешь То есть О чем мы говорим Значит Ему говорят Прошу прощения Ему Кори Букер Объясняет На пальцах Что я был На границе Общался С пограничниками И они Мне сказали Что да У нас Кризис На границе Но с этим Нужно Как-то Бороться И не обязательно Стеной Это Кори Букер Это уже Человек Который Наконец-то До него Доперло Что На границе Действительно Кризис Теперь Гароманде Из Калифорнии Говорит Ну какой там Кризис Я не понимаю Что значит Кризис Да Там собралось Большое количество Людей Которые Хотят Попросить Убежище В Америке Значит Мы Должны Этих людей Как-то Абсорбировать Значит То есть Это ответ Политика Как-то Самхау Абсорбировать Мы должны Построить Вот эти Тентовые Города Да И потом Мы должны Заняться Иммиграционной Реформой А можно Сначала Заняться Иммиграционной Реформой Отменить Вот эти Правила Требования Политического Убежища Поставить Четкие Границы А там Уже Если человек Подходит Под это То есть Ты понимаешь Это вообще Ну это Запредельно Это представитель Официальный Конгрессмен Гарманди Ну Это их политика Как можно Больше людей Андеркласса Нагнать В эту страну Клаврат и Пивен Писали об этом Нужно обрушить Социальную систему Другими словами Уважаемые радиослушатели То что О чем говорил Гарманди Значит Отобрать у стариков Деньги Которые выделяются На те или иные Программы По жилым людям Которые не могут Не в состоянии Не имели доходов Может быть Кто-то работал Всю жизнь Но не скопил Достаточно денег Вышел на пенсию Получает Сошел секьюрити Пенсию Которая кстати Давным-давно Не индексируется В отличие от этих Проституток Которые заседают В ассамблее Штата Которые себе Каждый год Индексируют Зарплату Придумывают Комитеты Так вот Вот этим пожилым Людям Которые Особо не жируют Отобрать у них Деньги Эти деньги Отдать Вот на тех Потенциальных Избирателей Демократической Партии Которые рано или поздно Они же ведь Добиваются Амнистии Для всех И надеются Что рано или поздно Когда вновь Какой-нибудь Обама Сядет в белый дом И в это время В нижней и верхней Палатах Конгресса Будут заседать Демократы И они Объявят Амнистию Всем там 20-30 миллионам Человек Которые проживают Здесь нелегально На сегодняшний день И значительная часть Из которых Сядет на пенсию На Сошел секьюрити Получат Медикер И представляете Вот это Собственно То о чем они и писали Я имею ввиду Клавард и Пивен То о чем они и писали Что Социальная Структура Рухнет И власть Придет к нам В руки А потом выскочит Такой Барни Сэндерс Скажет Я знаю Что нужно делать Это сволочи Богатые Вот У них нужно все забрать И поделить И тогда будет все нормально Но Те кто проходил Это Большинство Не все К сожалению Я встречаю людей Которые Приехали Вот иногда Тут В соцсетях Дискутируем Есть такая Маша Си Она пишет Что ее папа Занимается Защитой Униженных И оскорбленных Вот я подумал А что В Советском Союзе Из которого Папа убежал Вместе С Машей Там Больше защищать Было некого Нужно приехать сюда Чтобы защищать Здесь униженных И оскорбленных Так вот Папа Наверное Проходил Маша Наверное Была со всем ребенком Сереженька Маша Это продукт Стивенсен Хайскул И Юниверсит Авилиной Шикаго Уэсси Вот И Маша Наверное Не помнит Не знает Как оно там Было Так сказать Когда Да И Конституцию Маша Маша Голосовала За Барни Сэндерса Барни Сэндерс Говорит о том Что мы должны Обеспечить Всех Нормальными Домами Нормальной Работой Бесплатной Медициной Бесплатной Учебой И так далее Машенька Наверное Не знает Плохо учила Историю Что Конституция 36-го года Советского Союза Именно Это И гарантировала Именно Это И умная Маша Девочка Не глупая Умеющая Аргументированно Вести Дискуссию Окончила Каудж Работает Все Но Абсолютная Тупость В отношении Социального Развития Абсолютно Абсолютное Незнание Истории Непонимания И таких К сожалению Очень много И в Стивенсон Хайт Слава Богу Мой сын Тоже заканчивает Стивенсон Стивенсон Хайт Хайт Но Но у него Какие-то нормальные Представления о том Что происходит Ну не все же Там Такие Я просто Я И Но их Конечно Меньшенство Я имею ввиду Таких Как мой сын Их Меньшенство Я когда Почитал Маши Си Вот Аргументы Мне Сначала Я хотел С ней В своем Стиле Поспорить Потом Когда я Посмотрел Ее Бэкграунд Я понял Что Спорить Не с кем Она Действительно Ты понимаешь Это Дети Которые Это Не пуганные Газели Вот Им Вбили в голову Что Вот Все То Что Вот Жалеть Это Хорошо Делиться Это Хорошо Понимать Это Хорошо Им Только Не Объяснили Одно Что Вот Тот Человек С которого Ты Пожалела Поделилась И Отдала Половину Своего Завтра Придет За второй Половиной Он же Не остановится На Половине Абсолютно Это С одной Стороны А с другой Стороны Но Болит У Машеньки Сердце Об этих Униженных Оскорбленных Которые Идут Через Границу Валом Ну Машенька Возьми Пару Семей К себе Домой Пожалей Чтобы Не моими Деньгами У меня О них Сердце Не болит У меня Есть О ком Заботиться У меня Есть Своя Семья Свои Дети Которых Я Забочусь А Если Твое Сердце Обливается Кровью Ну Фрикен Сэндерс В прошлом Году В позапрошлом Году Заработал Больше Миллиона Долларов Никто Не запрещал Ему Написать Чек В казну Кроме Того Что он Заплатил Сегодня Он Выступает Ну я имею Ввиду Сегодня Условно Говорят Недавно Проходил Таунхол Факс Ньюс Проводил И он Кричит Он конечно Поливает Грязью Трампа Он говорит О том Что Вот эта Налоговая Реформа На богатых Ему задали Вопрос Так а кто Вам запрещает Вы заплатили Там 26% Заработали Больше Миллиона Заплатили Всего 26% Почему бы Вам Как человеку Который Критикует Реформу Трампа Не взять И не заплатить Налоги По старой Сетке Это бы Было Гораздо Больше Или добровольно Взять И выписать Чек И он Тут же Съехал С этой Темы Выкрутился На Марту Мака Он стал Показывать А почему Вы не заплатите Добровольно Ну в общем Лицемер Врун То есть Был бомжом Пол жизни Потом Пошел в политику И стал Миллионером Вот это нормально А миллионером Как выяснилось Он стал Он написал О Дьяволах Миллионерах Для полезных Идиотов Полезные идиоты Покупали эту книжку И сделали его Миллионер И до сих пор Делают Миллионером Да Вот такие Маши Голосуют За него Покупают Книжки А он Вот Такой Страдает За всех Но при этом Чужими деньгами Не своими И кстати На благотворительность Заработав Более Миллиона Денег На благотворительность Этот коммуняков Дал Меньше Одного Процента Вот так Да И это Это типичная Картина Это типичная Картина Для либералов Добрый день Вы Здравствуйте Да Я хочу Тоже Поддержать Вас Потому что Вообще Это не Либералы Это вообще Лифтисты Которые Присвоили себе Название Очередное Либералы Так вот Есть два Примера Таких Да Так вот Основано у них На лжи И на циничном Лицемерии И два таких Примера Я смотрела Факс Ньюса И там у Такера Выступал Представитель Какого-то Университета Из Лиги Плющей И он Значит Говорит Что да Надо сделать так Чтобы было Бесплатное Обучение Потому что Колоссальный Долг Биллион Уже по-моему За биллион Перевалил У студентов Тогда Такер Ему говорит У вас На счету Так сказать Вашего университета Больше Чем Несколько Миллиардов Понислить Стоимость Значит Суденческого Обучения Тот Как будто Не слышит Это И продолжает Говорить Своё Вот Например Значит Элизабет Орен Получает 400 Тысяч В год За что Она ведёт Какой-то Курс Типа Social Justice Или ещё Что-то Вот что-то Такое Естественно Они повышают Себе Многократно Эти Свои Зарплаты Соответственно Долг Соответственно Образование Детей Растёт Поэтому Опять же Циничной Лицемерии Не хотят Они этого Делать Они хотят Разложить На всех То же самое Касается Значит Этих Нелегалов Трамп Совершенно Справедливо Как всегда Очень разумно И со здравым Смыслом Говорит Вы так любите Этих Легалов Вот берите В те штаты Которые Являются Century State Или Century City Туда мы Будем Перенаправлять Этих Ваших Либералов Поднялась Естественно Истерика Они привыкли Всё за чужой счёт Только за чужой счёт И это Маша Это начинающий Тот же самый Лицемер Вот и всё Спасибо вам большое Спасибо большое Спасибо Да Что касается обучения Действительно Больше триллиона Под полтора триллиона Уже подходит Долг студентов По долгам Кстати Это ещё один эпизод Из слушаний Где Максим Уотерс Опозорилась На весь мир Задавая Руководителям банков Вопрос Типа А что вы собираетесь Сделать Со студенческими долгами Ну и каждый из них По очереди Стал отвечать Даймонд Джимми Даймонд Говорит Ну вот С тех пор Как правительство Takeover Мы перестали Давать То есть На самом деле Вы помните Это была инициатива Обамы Как бы Ну вот Сейчас мы Ликвидируем Миддлмен И всё будет В порядке И всё будет Нормально И все проблемы Решатся И таким образом На сегодняшний день Задолженность По студенческим лонам Составляет Почти полтора триллиона долларов Послушайте Мне вообще Одно непонятно Ведь вот скажем Врачи Которые Обучаются Получают образование Врача Выходят С колоссальными Долгами Но Практика Работа Позволяет Им рассчитаться С этими долгами Значит Это наверное Самое дорогое Обучение Я думаю На врача Ну это и адвокаты Да Ну так у них И доходы другие Поэтому Они позволяют Им рассчитаться Но если ты Изучаешь Там я не знаю Афроамериканскую Культуру Или Джендер Или там Еще какую-нибудь Хрень Которая Никому не нужна И работа У тебя Никогда не будет И при этом Ты учишься В долг Чего ты ожидаешь Ну Ну согласись Но если ты получаешь Специальность Которую ты Знаешь Что она Востребована Что она Высокооплачиваемая Поэтому ты берешь Долг Идешь Учишься Знаешь Что ты рассчитаешься Но если ты Занимаешься Как Я не понимаю Чего я скажу Потому что Я тебе скажу Чего Тут вина Тех Которые дают В долг Значит Особенно Вот частный Сектор Да Ну Правительство Там уже Понятно Опозорилось С ног до головы Но Когда-то Была Такая Была Такая Ситуация Что Вот Ты То есть Люди Которые Шли Заниматься Там Программированием Да Айти И так Далее Или Как они Тогда Назывались Computer Science Да Это была Очень востребованная Работа Их с удовольствием Брали Им давали Уловны И так далее Потому что Знали Что они Заработают Но Ведь Сегодня Ты поступаешь В колледж У тебя Спрашивают То есть Они Видят Что Ты Мейджор Да Другой Разборж Ты можешь Потом Его поменять Но Действительно Если Ты Идешь Например Ты Идешь Там Каким-то Social Worker Да Который Получает Ну Сколько Ну 50 тысяч 40 тысяч Да Обыкновенный Social Worker Там же Где-нибудь В школе Ну Как Можно Человеку Дать Долг В размере Там 100 тысяч Или 120 тысяч И Рассчитывать На То Что Этот Человек Как-то Зарплаты Будет Его Отдавать Но Это Ж Глупости Правильно Поэтому Сейчас Кстати Поступило Интересное Предложение Вы То есть Пересмотреть Востребованность Определенных Мейджор Да И Одно Из Двух Либо Вообще За эти Мейджор Не Давать Лоны Просто Не У тебя Есть Деньги Плати Нет Сори Нечего Туда Ити Выбирай Мейджор Который Востребован Который Тебе Принесет Зарплату И так Далее Это Первый Вариант Уже Было Такое Предложение Поступило Второе Предложение Было По-другому То То Ты Когда Идешь Брать Лон Ты Должен Четко Объяснить Тому Кто Тебе Его Дает Как Ты Собираешься Его Оплачивать То То есть Чем Ты должен Показать Возможность Зарплаты В ее Нижнем И Пусть Даже В верхнем Пределе Да И Из этой Суммы Выходит Расчет Того На Какой Срок Тебе Дается Этот Лон Конечно Найдется Миллион Народа Который Скажет Это Дискриминация Если Я хочу Заниматься Но Ты хочешь Иди Занимайся За свои Деньги Не за Мои За Родительские Деньги Но Вот Это Вот Ситуация А Вот Эти Полтора Триллиона Ты понимаешь Что Это Деньги Которые Никогда Не вернутся Мало Мало На Эти Деньги Теряются Проценты Их Одалживали Как То Под Проценты Поэтому И Когда Мы Говорим О том Что Государство Занимается Занимается Теперь Вы Деньги Мы Деньги Ну Конечно Это Деньги Которые У нас Государство Отобрало В виде Налогов И Раздало Идиотом Которые Изучают Разницу Между Женщиной И Полуженщиной Или еще Чего-то Там В общем И таких Таких Классов Идиотских В университетах В колледжах Предостаточно Опять же Эти классы Не должны Покрываться Деньгами За лон То есть Вот у тебя Лон Который У тебя Есть Так называемые Мендаторий Классы Да И есть Электив Электив Это то Что ты Уберешь Сверх Программы Да Так вот Эти Электив Кредитов Набрать Да Эти Электив Должны Выходить Из твоего Кармана Это то Что я Совершенно Согласен Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Добрый день Знаете Я немножко С вами Просто Должно Быть Перезайти До Консулдарства Если Есть Допустим Не хватает Учителей Сошел Докеров Которые Требуется Образование То Государство В какой-то степени Должно Стимулировать Даже Помогать Солнцем Но Если Допустим Берет Какую-то Непонятную Литературу 20-17 Века Которые Один Специалист Одна Работа Только Рабочее Медитра Всю Америки А их Сотни Специалистов То Конечно Нет Просто Понимайте Есть Требости Которые Изначально Люди Понимают Что Будет Невысокая Зарплата Ну Они Идут Может Призвание Или Другое Поэтому В данном Существом Не Согласен Ко всему Выходить Отборочно И смотреть Что Есть Необходимо Государство И то Что Просто Приход Людей Я вам Скажу Я с вами Не согласен В одном Только В одном Это Не Должна Быть Прерогатива Государства Абсолютно У меня Как раз Резонул Этот Слух Маркет Определяет Но Маркет Определяет Все В том числе И потребность В той или иной Специальность Конечно Зарплаты Слышали Когда-нибудь Есть такое Понятие Зарплата Чем Больше Потребность В человеке Тем Выше Его Зарплата Это Называется Свободный Рынок А то Что Вы предлагаете Простите Это Социализм Я Сами Не согласен Не согласен Соберка Очень Кромно Требуется Зарплата Все равно Маленькая В данном случае Я с вами Не согласен Понимаете Ну ладно Вы знаете А вы Вы уверены Что у нас Недостаток Сошел Воркерс Да Да Я убеден Посмотрите На рынке Посмотрите На каком рынке Простите Мы говорим На рынке Труда Или на рынке Типа Там Типа На рынке Труда Именно на рынке Труда То самое Чвет Тоже Тоже Требуется Да нет Послушайте Ну понятно Послушайте Да нет Ну не совсем Так Каждый мечтает Каждый человек Который не нашел себя В частном секторе Мечтает Пристроиться Куда-нибудь В правительственную Контору С тем Чтобы голова Не болела Чтобы можно было Сидеть Работа такая Не бей лежачего Со всеми бенефитами С гарантированной Пенсией Со всеми выходными Проходными И прочими днями Так что я не думаю Что в правительстве Испытывают Какую-то нужду По работникам Вот Не поверю вам Никогда Радиослушатель Немножко путает Такую вещь То есть Он считает Что если кто-то Идет Допустим В офис Social Security Administration Да Там очереди По 8 По 9 Часов И там Не хватает Social Workers Нет Дорогой мой Там Не хватает Social Workers Просто Правительство Не считает Нужным Тратить Деньги На вот Этих Прихлебателей Им абсолютно Пофиг Вы сидите В этом офисе 9 часов Или 24 часа Им Главное Сэкономить Деньги Вот на этом Рабочем месте А Это то Что касается Государства А в частном Секторе Поверьте мне Миллион Social Worker Мест Которые Низко Оплачиваемы Которые Никому Не нужны И Которые Люди Идут На эти места По одной Простой Причине Намного Легче Заниматься Мейджор Social Worker Чем Например Электрикл Инжиниринг Или Civil Инжиниринг Понимаете И поэтому Люди Идут Занимаются Так Лишь бы Потому что Очень часто Родители Диктуют Вот эту Абсолютно Идиотскую Идею Нет Ты должен Пойти Закончить Калоджи Ну окей Закончил Калоджи Вот вам Мой диплом А теперь Я сяду Вам на шею И буду У вас сидеть Потому что Работ нет Мой старший сын Закончил курсы На Манхэттене В свое время Калоджи Не заканчивал А он сейчас Вице-президент Компании И очень даже Себе Неплохо Себя чувствовал Да Абсолютно Давайте Мы сделаем Небольшой перерыв Буквально Несколько минут После чего Вернемся И продолжим Спасибо